Там Алиев сделал заявление о том, что в Шуши азербайджанские войска взяли боем. Напомню, что из Шуши в первые дни было вынесено спасательной службой Арцаха и российскими миротворцами 150 трупов. В дальнейшем еще 150, итого 300 трупов было вынесено из города Шуши. Поэтому в этой части те армяне, которые врут и говорят, что Пашинян сдал Шуши без боя, хочу напомнить вам, что 300 почти человек погибло в Шуши. И те люди, которые говорят, что Шуши сдали без боя, хочу вам напомнить, что вы оскорбляете память тех армянских отцов, братьев и сыновей, которые погибли в Шуши. То есть, когда кто-то говорит своим грязным том, что Шуши без боя, почти без единого выстрела отдали азербайджанцам, он должен думать своей башкой, что он говорит и где он пишет. Потому что, еще раз повторяю, 300 ребят погибло в Шуши. Поэтому я, со своей стороны, как журналист, хочу сказать, что я как раз-таки полностью согласен с Ильхамом Алиевым, что Шуши действительно пал в результате ожесточенных боев. Напомню, что перед тем, как пал Шуши, он подвергался беспорядочному ракетному и артиллерийским ударам. Здесь, конечно, были ошибки со стороны армянской стороны, которая нечаянно била тоже по Шуши, при том, что там еще были армяне. Это, я думаю, что, наверное, мы до конца все не узнаем правду, но это тоже как раз касается бездарных, безграмотных офицеров, которые десятилетиями проедали армянские деньги, бюджетные деньги, называя себя офицерами, которые настолько были бездарными, что давали неправильные указания артиллеристам, неправильные координаты. Ну, что ждать от людей, которые получили фальшивые звания и фальшивые генеральские погоны. Вот такая правда, дорогая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!